Светлана Юрьевна, каких категорий пенсионеров коснется повышение пенсий? Увеличение, которое мы произвели с 1 августа 2020 года, коснется всех получателей страховых пенсий. То есть это пенсии по старости, которые получают наши пенсионеры, и это пенсии по инвалидности. Но только страховые пенсии и только тех пенсионеров, которые в 2019 году являлись работающими. Независимо от того, сколько по времени они работали, один месяц или полный год. Страховые пенсии это те, которые назначаются в зависимости от стажа и от заработной платы. То есть это пенсии негосударственные, которые независимо от заработной платы и стажа назначаются. Увеличенные пенсии придут уже в августе? В августе текущего года уже все пенсионеры получат добавку, которая им полагается. Сколько эскетимцев получат повышенные пенсии? Жителей города Эскетим и Эскетимского района почти 10 тысяч, а точнее 9602 получателя пенсии. На какую сумму увеличат пенсии и от чего на эта сумма зависит? Сумма увеличения, она в отличие от индексации пенсии, индивидуальна для каждого. При индексации пенсии мы увеличиваем на определенный индекс пенсию, а при корректировке пенсии, которая с августа месяца проводится, она зависит от того, сколько человек проработал в 2019 году, от уровня заработной платы и от величины перечисленных страховых взносов со стороны страхователя. Максимальный уровень добавки может быть не более трех пенсионных коэффициентов, это по законодательству. И опять же, эти три пенсионных коэффициента тоже могут иметь разную сумму, в зависимости от того, в каком году пенсионер вышел на пенсию и сколько стоимость пенсионного коэффициента. То есть максимальная добавка может составлять от 214 рублей до 261 рубль. Это каждый год у нас применяются пенсионные коэффициенты для расчета пенсии. В 2015 году он составлял 64 рубля 10 копеек, а в 2020 году это 93 рубля. Пенсионные коэффициенты утверждаются и индексируются в зависимости от постановления, от указа президента, либо от изменения законодательства. Нужно ли подавать заявление на перерасчет или еще какие-то документы? Перерасчет произведен в беззаявительном порядке, по сведениям имеющимся у органов пенсионного фонда. Перерасчет всем уже произведен, обращаться заявление к нам не нужно, документы все подготовлены, отделы доставки пенсий Почты России уже начали доставлять пенсию. Перечисление на банк будет 11 числа и второй транш после 21 числа. Все пенсионеры знают, те, которые получают пенсию давно, они получают в первый транш, а те, которые новые пенсионеры, они получают уже во второй половине месяца. Когда ожидается следующий перерасчет пенсии? Следующая индексация, она жестко заложена в законе, она будет с 1 января 2021 года. Пока коэффициент заложен 5,5, но будем ждать, возможно он откорректируется. Страховые пенсии индексируются один раз в год с 1 января 2021 года, а государственные пенсии индексируются с 1 февраля каждого года.